Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. На будущей неделе в очередной раз снизится ставка рефинансирования. В Беларуси появится система страхования от безработицы. И напоследок цены на искусственные цветы на гомельском центральном рынке. А теперь обо всем подробнее. В Беларуси вновь уменьшается ставка рефинансирования. С 19 апреля она снизится на один пункт и составит 14% годовых. Решение о дальнейшем снижении этой величины принято правлением Нацбанка по итогам рассмотрения вопроса о текущих процессах в экономике и денежно-кредитной сфере, а также прогнозы развития ситуации до конца этого года. В Национальном банке пояснили, что инфляция в Беларуси продолжает снижаться более значительными темпами, чем прогнозировалось. Снижение ставки рефинансирования до 14% вызвано как объективными, так и некоторыми субъективными факторами. Целевой ориентир денежно-кредитной политики на этот год, который устанавливал Национальный банк Республики Беларусь, это снижение инфляции не более в размере, чем до 9% в год. Фактические данные февраль 2017 года по отношению к февралю 2016 года, это 7%. То есть инфляция составила эту величину. Это первый фактор. Второе – это таргетирование денежной массы. Таргетирование – это ограничение роста, то есть чтобы она не росла очень высокими темпами, потому что это также может вызывать инфляционные процессы. Такой ориентир на 2017 год – это рост массы не более чем на 14%. Реально снижение денежной массы произошло более чем на 7%, и это также является основной причиной, которая позволяет снижать ставку рефинансирования. Кстати, средняя широкая денежная масса в предыдущем месяце по отношению к марту 2016 года увеличилась более чем на 2,5%. Напомню, под этим понятием подразумевается совокупность наличных денег, находящихся в обращении и безналичных средств на счетах, которыми располагают физические, юридические лица и государства. Кроме того, в структуре денежной массы постепенно увеличивается доля национальной валюты, отражая происходящее в экономике процессы дедолларизации. Уменьшилась валютная составляющая денежной массы, что связано и с проводимой политикой дедолларизации экономики, и с такими уже субъективными факторами, как, увы, но снижение доходов населения. То есть в 2016 году мы видели по данным статистического комитета, что доходы граждан реальные снизились. А также вот такой отток, то есть продажа валюты на чистой основе, только за январь-февраль, это около 400 миллионов долларов. В свою очередь тенденция чистого предложения иностранной валюты обеспечивает устойчивость курса белорусского рубля. Это позволяет Нацбанку покупать валюту для пополнения золотовалютных резервов в условиях погашения государственных валютных обязательств. Специалисты не исключают, что ставка рефинансирования в этом году продолжит снижаться. К другим новостям. В Беларуси появится система страхования от безработицы. В интернете на эту тему много пишут как журналисты, так и пользователи. Мнения разделяются. Кто-то считает, что это хорошая идея, кто-то относится скептически. Тем не менее, конкретного решения по этому вопросу еще нет. Хотя новая система может начать работать уже в следующем году. Для тех, кто не в курсе, расскажу, в чем суть новой системы. Простыми словами, это форма социальной защиты экономически активного населения от риска, связанного с потерей работы. Но только если лишился ее по объективным причинам. Планируется, что средний размер страхового пособия по безработице будет равен 60% от средней зарплаты работника. Период выплаты составит 26 календарных недель. В первые 13 недель работник будет получать по 70% от средней зарплаты. В последующие 13% по 50%. На первом этапе до запуска новой системы страхования планируется повысить пособия по безработице до 100% бюджета прожиточного минимума, уволенным в связи с сокращением штата работников, до 50% БПМ по уважительным причинам. Если будет принято, соответственно, все предложения, которые сейчас разрабатываются и вносятся специалистами, то это будет большое сподспорье для безработных. То есть во время поиска или в период поиска работы он будет действительно экономически немножечко поддержан, не немножечко, а значительно поддержан. И, наверное, у него будет больше шансов и быстрее найти работу, потому что, когда человек, скажем так, у него есть что покушать, есть где находиться, он знает, что никаких, собственно, потрясений особых таких нету, ну, наверное, со спокойно и может и с нанимателем беседовать, и, наверное, себя зарекомендовать и представить этому нанимателю, ну и скорее решить вопрос дальнейшего трудоустройства. К слову, поддержка людей, потерявших работу по объективным причинам, широко распространена в мире при неблагоприятной экономической конъюнктуре и является элементом системы мер по стабилизации ситуации. В большинстве зарубежных стран системы страхования по безработице существует около шести десятилетий, а в Дании они начали реализовываться еще в 1907 году. Принятие мер или пересмотр программ страхования по безработице часто связано с региональными или международными кризисами. Например, США и Канада ввели свои системы в 1935 и 1940 годах в ответ на Великую депрессию 1930-х годов. Программами страхования от безработицы в разных странах охвачено до 80% занятого населения. Очень важно человека поддержать, если он по независимым от него причинам оказался безработным. Но, конечно, поддержать можно чем? Естественно, если ему выплачивают 20 рублей, это небольшая поддержка, потому что все мы понимаем, что надо и коммунальные услуги платить, и кушать надо, и ряд других жизненных потребностей надо удовлетворять. Тем временем в Беларуси разрабатывается конкретная модель, которая ляжет в основу системы страхования от безработицы. На сегодняшний день, по мнению специалистов, наиболее приемлемы следующие параметры. Установление отдельного страхового тарифа. Обязательное участие в данной системе всех занятых лиц, работающих по найму. Участие в формировании страхового фонда работников и нанимателей на равных условиях. Выплата пособия по безработице только гражданам, зарегистрированным в органах государственной службы занятости в качестве безработных. Наличие у претендента на пособия страхового стажа не менее одного года. Выплата пособия только безработным, потерявшим работу по уважительным причинам. Аккумулирование страховых средств в фонде социальной защиты населения. И осуществление выплаты пособия только органами госслужбы занятости. Тем временем среднее пособие по безработице в Беларуси выросло. В расчете на одного безработного оно увеличилось примерно на 3 рубля. В целом по стране эта сумма немного превышает 27 рублей. И составляет почти 15% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Больше всех платят людям, находящимся в поиске подходящей вакансии в нашей области, чуть более 30 рублей. Меньше всего в Минске, почти 24 рубля. Но несмотря на повышение, суммы остаются абсолютно символическими. Близится Радуница. На площадках около каждого рынка вовсю продают искусственные цветы. Мы отправились туда, где их ассортимент самый большой, на центральный рынок. Тут мы насчитали не менее 40 палаток с искусственными цветами. Самые дешевые букетики, так называемые бордюрные, стоят от 30 до 60 копеек. Гвоздики, лотосы, ромашки от рубля. Подсолнухи и георгины от полутора, маки от двух с половиной, орхидеи по 4 рубля. Розы от рубля до 9. Хризантемы от полутора до 8 рублей. Азалии по 5 рублей. Полянки от 3 до 5 рублей. Корзинки с цветами от 3 до 25. Винки от 80 копеек до 5 рублей. Лампадки стоят по 2 рубля. Очень красивые декоративные букеты по 12. Дорогих композиций предприниматели закупают мало. Потому что уже много лет подряд люди покупают цветы и букеты подешевле. Если посчитать общую сумму продажи и разделить на количество букетов, то в среднем получается от 2 до 4,5 рублей за букет. Цены нарушники начинаются от 50 копеек и достигают 5 рублей. Причем большинство это авторские работы ремесленников. Продавцы говорят, что, как правило, удается реализовать не более 60% товара. Причем в последние дни перед Радуницей они готовы продавать цветы по наименьшей цене. На этом у меня все. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова